Воскресенье 8.50. Десятки верующих собираются в главном храме города, кафедральном соборе святителя Николая. Служба в этот день праздничная в двойне. Воздвижение животворящего креста Господня и приезд патриаршего экзарха в сия Беларуси Вениамина. Напомним, 6 сентября святейший патриарх Кирилл возвел епископа в Сан-Митрополита. Божественная литургия прошла в храме Христа Спасителя в Москве. Внутри кафедрального собора яблоку негде упасть. Это неудивительно. Многие хотят лично поприветствовать главу Белорусской Церкви. Священнослушители отзываются о новом экзархе, как о большом молитвеннике и чутком духовном отце. Митрополит Вениамин совершает божественную литургию в Никольском кафедральном соборе. Его преосвященству помогает епископ Бобруйский и Быховский Серафим. На службе присутствуют и первые лица, в их числе председатель Бобруйского горисполкома, чрезвычайный и полномочный посол Республики Молдова в Беларуси. По завершению службы патриарши экзарх всея Беларуси Вениамин и епископ Бобруйский и Быховский Серафим обращаются к прихожанам. И сегодня слышали слова святого господа Павла из послания к Галатам. «Я живу верой в возлюбившего меня, Сына Божьего и предавшего себя за меня. И теперь уже не я живу, но живет во мне Христос». Вот эти слова должны быть словами каждого из нас, потому что Христос – это любовь, это прощение, это жертва, это мир. В подарок митрополиту Вениамину епископ Бобруйский и Быховский преподносит икону святителя Нектария Эгинского, одного из самых почитаемых святых в православном мире. Следующей остановкой в маршруте Владыки становится Центр поддержки семьи, материнства и детства Покрова. Митрополит знакомится с его работой, общается с прихожанами и обсуждает дальнейшие этапы развития. После духовная делегация направляется в православную гимназию Бобруйска. «Пусть вам Бог помогает. Примите каравай, на праздник приглашаем. Ваше превосходительство, господин Сергеевич». Гимназия открылась в 2007-м. Она стала правильным примером реализации договора о сотрудничестве Белорусской православной церкви и Министерства образования. Митрополит заглядывает на урок детям, вручает сладкие подарки. После всех гостей ждет концерт. Митрополит отмечает, после назначения на столь высокий пост, он должен ознакомиться с работой всех епархий Белоруссии. «Знаю о том, что многие проекты и в социальной сфере, и в образовательной сфере, они на очень высоком уровне Бобруйской епархии. И задача в том, чтобы все лучшее, что есть епархия, постараться еще раз увидеть, переосмыслить и потом этот опыт предложить в пределах всего экзорхата, чтобы был такой живой обмен и движение вперед. Это основная задача, а прежде всего, конечно, это совместная молитва, которая объединяет, вдохновляет и помогает нам понимать лучше друг друга». «Я, честно говоря, приятно удивлен тем, что делается в Бобруйске. И, наверное, кое-что, может быть, я буду предлагать и у нас в Молдове. Потому что вот такие примеры, которые я вижу здесь, они действительно помогают людям становиться другими. И особенно в это очень непростое время». По завершению концерта митрополит и дети запускают в небо воздушные шары. Символ веры в светлое будущее. Максим Кеми, Дмитрий Шевцов, Бобруйск, 360.